Наш выпуск продолжит дайджест новостей ДНР. В четверг 22 сентября 56-й гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации доставил в Донецкую Народную Республику 305 тонн детского питания и 65 тонн медикаментов. По данным МЧС ДНР, детское питание будет распределено среди двух категорий граждан. Это семьи с детьми до года и семьи с детьми от года до трех лет. Каждому ребенку полагаются молочные смеси, овощное, фруктовое, мясное пюре и сок. Медикаменты же будут распределены в лечебные учреждения республики. Форум «Праймерис. Честный выбор свободного народа» прошел в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко. Глава ДНР Александр Захарченко представил общественности команду своих единомышленников, которые будут участвовать в качестве кандидатов в предварительном голосовании 2 октября. Для нас это главное. Это последние шаги к приобретению нашей независимости. Потому что после них последуют выборы, местные советы. Поэтому для того, чтобы мы их победили, нам нужны сильные бойцы. Потому что мы живем на своей земле. Мы никому не приходили в гости. За моей спиной стоят люди, которые на своеверенности у нас сказать следующее. Уважаемые друзья, я, вся республика верит вам. Я на вас положился. Я бы каждому из вас был готов отдать жизнь нашей стране. В команду главы республики вошло около 20 человек. Среди них мэр Донецка, действующие главы администрации всех девяти районов столицы и прилегающих поселков. Во всех учебных заведениях республики власти ДНР решили возродить программу ГТО «Готов к труду и обороне». В данный момент была инициатива по сдаче норм ГТО, которая, в принципе, давно уже назревала. Я думаю, просто мы не прислушивались, или, может, инициатива была немножко позже. Но, думаю, в этот же момент давно уже назревала. И, я думаю, нормы ГТО «Готов к труду и обороне» – это как бы насущая проблема, я думаю, нашего общества, которую действительно надо решить. Разработанные нормативы будут предназначены для жителей республики в возрасте от 8 до 60 лет. Программа включает бег на 60 метров, челночный бег, приседания с утяжелением, отжимания, жим штанги лёжа и другие дисциплины. Министр напомнил, что в субботу, 24 сентября, в столичном парке имени Щербакова состоится вторая массовая сдача норм ГТО. В состязаниях примут участие более тысячи человек в возрасте от 17 до 23 лет.